Любой слух можно делать дед. Бед. Привет, Даша. Это видео закончительных продуктов. Накопилось в порядочный канал. Вываливаются из косметички. Первое, что я покажу. Маска моя любимая, уважаемая. Маска для волос, которая закончилась буквально вчера. Последние капли я сюда выковырила со слезами на глазах. Это вот такая репейная маска. Приобретала фикс прайс. К великому моему сожалению, ну, в моем говори, ваше не знаю. Ее в продаже больше нет. Я сейчас уже вижу, как сразу пять штук куплю. От фирмы Аптекс. Для Аптекс. В общем, вот написано, где это, тут. Вот вы же шиповника ли кто это? Репейника. Совсем без головы. Значит. Далее. Две мои любимницы. Две мицеллярные воды. Одной и той же фирмы. Они абсолютно одинаковые. Просто разные вкусовые. Обонятельные. Пахнут по-разному. Так. Тоже фикс прайсовская. Би... Что-то там... Биоаква обзывается. Совершенно вообще шикарная вещь. Во-первых, снимает макияж действительно хорошо. Кожа очищает хорошо. Но самое гениальное в ней не то, что, когда открываем вот эту заклепку, это отверстие, из которого выдавливается водичка, в нее аккуратно входит ватная палочка. Причем входит, ну вот, не так вот свободно, а она как бы заблокирует вход. И с помощью, вот таким образом, смочи в ватную палочку, можно очень легко и очень аккуратно проявить какие-то промахи в макияже. И вот за это я эту водичку очень люблю. Далее. Две туши. Что-то у меня все подводим. Значит, одна фирма Рута. Здесь я правильно пронесла, пишется вот таким образом. Другая фирма Белл. Вот таким образом выглядит. Значит, Рута. Щеточки. Щеточки надо показать. У Руты вот такая. Я не знаю, видно, не видно. А у Белл. Вот такая. Более такая выгнутая. Не видно, наверное, на камеру. Более такая выгнутая. Щеточки более такие ровненькие и подтянутые. Вот. Но обе туши обычные туши. То есть ничего с их, естественно, я о них сказать не могу. Следующие две вещи, о которых я уже... Я о них уже дальше рассказывала. Это вот такой крем от чистой линии. Идеальный кожевый акваку-крем. Мгновенная матоваясь. Вот реально утром помазалась. И все. Пудра не нужна. Вот. Клевая вещь просто на лето. Палочка-выручалочка. И вторая тоже хорошая вещь. Которая я уже неоднократно прилетаю. Постоянно просто пользователь этой вещи. Это Сдрант. Гарниер. Минерал. Вот такой вот формы. 48 часов. 48 часов я не пробовала. Но я пробовала меньше часов. Реально защищать. И не за счет своего концентрированного аромата. А именно за счет таких каких-то свойств. Которые что-то контролируют. Понимаете меня, о чем я? И йога-пилатесом я занималась. С этим дезодорантом. Это конечно не танцевальная робика. И не ирландские танцы. И не силовая. И не круговая. Остановите меня. То есть сейчас увлекусь. Пересказан. Вот. Запросто выдерживает. Йога-пилатес. Хотя там выдерживает они еще. Так. Духи от Кенза. Давайте я вам их просто покажу. Называется. Они выглядят вот так. Называется вот так. Что-то какатная сегодня бледненькая. Тут более яркие такие арбузные нотки. Уже по-моему второй сезон я ими пользуюсь. Вот. Ну это. Скоро перестану пользоваться химическими духами. И начну делать свои из аромамасел. Но для этого. Но прежде прикончили все свои химические духи. Это совершенно клево. Прошу прощения за жаргон. Блеск для губ. Блянцевый. От Эссенс. Металл Глам. Таким образом. Оно выглядит как-то. Что-то на черном фоне. Так. Эть. Это номер. Фиг его. Знает какой. Третий по-моему. Третий номер. Совершенно обычный аппликатор. Знаете, как я люблю блески. Чтобы вот не такой аппликатор на палочке, да. А такой тюбик. Ну не просто с дырочкой. А с такой что-то вроде губки на конце. Вот очень удобно наносить. И на губах смотрится офигительно. Вот. Здоровски. То есть за счет того, что он немножко такой глянцевый. На губах смотрится очень естественно. Это очень натуральное оттеное. Такое розовато-прозрачное. За счет того, что он глянцевый. Губы кажутся чуть больше, чем они есть на самом деле. Вот. Очень такое приятное покрытие. Но на самом деле в чистом виде близко мне почти не пользуется. Потому что у меня губы бледные, как у спирохеты. И я обычно их поверх помады наношу. Во-первых, так помада дольше держится. Хотя помаду я почти перестала пользоваться. Сейчас у меня в фаворе тинт для губ. И наношу поверх помады либо тинта для губ. Потому что у меня губы очень такие чувствительные к сухости. В общем, я очень не люблю, когда они ощущения сухости на губах. И поэтому блеск для губ – это чудесный увлажнитель. Поэтому преимущественно пользуюсь прозрачными, полупрозрачными или естественных оттенков какими-то блесками для губ. Чтобы их легче комбинировать с помадами и тинтами для губ. Последняя вещь, которую я сегодня покажу – это тинт для губ. Оду, которым я пела только что. Он от Essence. Выглядит теперь вот так. Не смотрите, что цвет очень тёмный. Тинты хороши тем, что они темные и яркие настолько, насколько вы этого хотите. То есть можно нанести прям сплошня с помощью спонжика. И его будет... Вот заодно окрасила цвет на коже, покажу. Вот такой цвет. Тут подсолнечнее. Значит, подсолнечнее. То есть можно нанести прям аппликатор на всю поверхность губ и будет очень ярко. А можно несколько точек нанести на нижнюю губу, на верхнюю губу, пальцем. Всё это растушевать, расплелить. И будет натуральненько, как у меня вот сейчас. Это у меня сейчас тинт для губ. Но вот этот конкретно от Essence я не советую. Потому что если наносить аппликатором вот этим, то получается так, будто вы не губы накрасили, а малиной объелись. Почему неаккуратно как-то объелись? Вот. И вот сколько я им пользовалась. Я вот снимала продукт с аппликатора пальцем. И уже им наносила на губы. Получалось, ладно. Вот если так вот пользоваться, то очень даже здорово. Чем ещё хороши тинты? Во-первых, им можно носить не только на губы, но и на очки вместо румян. И, собственно, как и помада. И будет смотреться очень естественно, потому что он без блеска. Они без блеска тинты, они натуральненько смотрятся. И более того, если у вас есть тинт, то не обязательно регулярно обновлять помаду на губах. Потому что тинт, он как бы делает кожу губ. Я не знаю, какой. Матовый, в смысле. Скажу проще. Если вы нанесли тинт на губы, а поверх какую-либо помаду, то её часов в пять не надо будет обновлять, потому что тинт делает любую помаду очень-очень устойчивой на ваших губах. И это круто. Будет смотреться, кстати, она немножко поярче. Поэтому тинт-находка ещё и для обладательниц помад более бледных, чем хотелось бы на самом деле. Так что, ладно. Коду тинтам я спела. Можно и заканчивать уже видео. Тем более, какая-то сегодня правда бледная. Всем пока. Всем удачных находок. И удачных продуктов косметических. Пока.